Магия красоты Древняя молитва индейцев заканчивается словами «Да пребудет красота вокруг меня». Древние вообще особенным образом относились к красоте. Это источник радости, наслаждения, это мораль, религия, это способ взаимодействия с высшими силами, с предками, это способ отражения себя в этом мире и увидеть мир в своем отражении. Красота удивительнейшим образом формировала, воздействовала и была чем-то совершенно непонятным для них, тайным, сакральным. Именно эти позиции дошли до нас в различных произведениях культуры древней, в том числе кулайской культуры. Начиналось это все с того, что была архитектура, рождался танец, телодвижения, и телодвижения были способом взаимодействия с предками, с духами, религиозно осмысленные движения. В один прекрасный момент захотелось зафиксировать эти вещи. И вот этот момент эстетической фиксации довел до момента создания искусства повседневности древних народов. Появились различные виды амулетов, различные возможности увидеть себя в отражении. Захотелось зафиксировать непременно. Акт труда, какие-то запоминающиеся события в жизни, желаемый объект, например, для охотника того же лося, что очень популярно в Древней Сибири было у кулайцев, например. И на сегодняшний день, когда археологи нам представляют на наше любование эти вещи, мы видим предметы кулайской культуры, потрясающие нас не просто, а какой-то необычной своей красотой и мыслью о том, кто это делал, зачем это делал, что за этим за всем стоит, для кого летят эти птицы, для кого бегут эти лоси, куда они бегут. Это был объект охоты или это был объект языческого преподнесения, или это был объект любования. Кулайская культура абсолютно немая. То есть до нас не дошли ни тексты никакие. Как они могли бы разговаривать, как они могли бы петь, мы можем только догадываться. На современном этапе у нас множество людей, которые занимаются этой кулайской культурой, не только с профессиональной точки зрения, им любуются с эстетической точки зрения многие художники, ювелиры. У нас таким образом создаются удивительные наборы ювелирного мастерства. Допустим, из серебра делается имитация наборов кулайской культуры. И современные люди, современные женщины с удовольствием носят их в нашей повседневной жизни. Эти вещи органично сплелись, они за собой вытягивают из нашей генетической памяти, они вытягивают какие-то события, какие-то тайны, что-то очень важное. Всегда мы восхищаемся древними культурами, древними артефактами. А кулайская культура досталась нам в таких символах, настолько богатых и настолько красивых, и богатых по содержанию, что для нас это стало как бы таким прочным фундаментом для реализации наших творческих желаний каких-то. Эти вещи, они оказались настолько богаты, смыслово и настолько хорошо уже закомпонованы и в изобразительном плане уже сформированы, они не требуют существенного дополнения. Их просто нужно было немножко помочь им зажить новой жизнью, жизнью в современном пространстве. И мы попытались создать новый стиль, стиль сибирский пуризм, вот эту чистоту образов архаических смешать с древними символами земли сибирской и показать всем людям, чтобы они могли также с нами пережить и восхититься теми корнями, теми древними реликвиями, которые достались нам в сегодняшнем дне. При соприкосновении души с красотой рождается буря эмоций, рождается эффект возрождения души, омовения. И это очень хорошо знали восточные люди. Восточная философия вся основана на восприятии красоты. Красота – это мир и истинность, истина – это мир и красота, по мнению японских философов. И красота – это стало религией в японском пространстве. Например, для воспитания самураев до 14 лет их обучали различным видам искусства. Они слагали стихи, они учились писать хоку, танк – это четверостишие и пятистишие философские японские. И они учились экибана, они учились различным видам искусства. И только после 14 лет им давали в руки настоящий меч. Считалось, что душа, воспитанная на красоте, просто так уже чужую жизнь отнять не может. Вот это глубокое убеждение, что красота лечит душу, красота возрождает наши самые лучшие, самые важные и востребованные для Бога душевные качества, заложено во многих вещах. В современной Японии на сегодняшний день существует множество праздников. Любование луной, любование осенними кленами с их красными листьями, есть любование восходом, там очень много есть праздников, посвященных красоте природы, истинности и меры ее жизни человека. Существует праздник цветения сакуры. Именно в этот день, даже не один, а три дня, император объявляет выходные дни, и вся Япония идет любоваться сакурой. Вообще, любование – это одно из практик духовных. Оно заложено глубоко в человеческом сознании. Поток сознания формируется через эмоцию любования, и таким образом это становится духовной практикой. Это удивительно, это совершенно необычное явление, которое Япония сумела завести в японскую традицию с глубокой древности до сегодняшних дней. К великому сожалению, в наших традициях почти нет такой практики «любование прекрасным». А быть может, стоит задуматься над этим и научиться останавливаться, ну скажем, перед красотой цветущей яблони, или попытаться рассмотреть фантастический рисунок на крыльях бабочки, услышать шелестопадающей осенней листвы, достойный восхищения и полет птицы, неожиданно исчезающей в появившемся облаке, и пелена тумана над обрывом. Игра серебристых бликов озерной воды завораживает так же, как плавное движение по ней горделивого лебедя, а тревожное волнение камышиных зарослей перекликается с грустным настроением одинокого цветка в необозримом пространстве летнего поля. Именно они, цветы, становятся самыми частыми объектами нашего любования. Но самое трогательное, что в их честь слагаются многочисленные легенды, питающие наше воображение и представление об этом таинственном чуде природы. Согласитесь, все цветы прекрасны без исключения. И полевые простушки, и экзотические аристократки. Из века в век люди не перестают объясняться этим хрупким красавицам в любви. По сей день во многих странах мира им посвящаются праздничные шествия, а в былые времена за ними отправлялись в опасное путешествие. Вы знаете, какой был самый первый цветок на земле? Согласно одной из легенд, это была лилия. Она выросла из слез Евы, изгнанной из рая. Мне по душе несколько более веселая, оптимистическая и романтическая легенда, связанная с тюльпаном. Оказывается, раньше в его бутоне некогда хранилось человеческое счастье, и ни одна сила не могла раскрыть этот бутон. И лишь смех ребенка заставил цветок распуститься. Поэтому тюльпаны испокон веку дарят, как улыбку, людям, в чей дом пришло счастье. Если вам когда-нибудь удавалось видеть цветущее поле тюльпанов, то, я думаю, вы поверите в эту легенду, и тюльпан действительно является цветком счастья. Легенды о цветах слагали абсолютно все народы. Древнесибирские народы имели свой гороскоп, где людям соответствовали какие-то растения – вереск, ромашка, которые символизировали их суть, их духовность, их свойства характера, их стержень жизненный. Если говорить о цветах с научной точки зрения, то надо исследовать вопрос взаимоотношения человека и цветка, и взаимовлияние человека и цветка, и роли цветка в жизни человека – самый интересный, с моей точки зрения, вопрос. Этот вопрос раскрывается в японском искусстве икебана. Если мы говорим о икебане как о способе духовной практики, то следует вспомнить тогда о том, что икебана пришла с буддизмом в Японию и начала обосновываться там не раньше XII века. Данные разные, но будем считать, что это в XII веке были. И с XII по XX век – восемь веков как минимум. Быстрее всего больше, по некоторым данным. Но в восемь веков она обосновывалась и обкатывалась в той культуре в монастырях. Это было монастырское искусство, оно было абсолютно закрыто. Его не оно, а его техники, его способы были абсолютно закрыты от обычного человека. Были специальные монахи, которые строили икебану, они готовили себе преемников. Это было тайное искусство. И им владели только мужчины. Женщин только в XX веке допустили до составления икебана. И когда именно в XX веке произошла некая революция в японской традиции, когда образовались вдруг, вот после восьмивекового перерыва, вдруг образовались еще две новые школы. До сих пор была одна икеноба, образовалась Охара и Сугэцу. Две школы. И теперь уже эти три школы начали развивать искусство икебаны. Свои течения внутри них есть, свои веяния какие-то, но они созревают годами. Это традиционное искусство. Там нет мгновенной моды или моды сегодняшнего дня. Там есть глубоко и редко созревающие течения. Икебана. Это не просто сложить букет. В японском искусстве надо подобрать ветки, надо подобрать цветы и все таким образом, чтобы сочеталось. Каждый цветок что-то значит. Есть целая азбука цветов, сочетание их, когда они меняют свои смыслы. Есть психология линии. Какие цветы можно дарить мужчине и женщине. Там очень большой этикет взаимоотношения цветов и человека, если можно это так назвать. Чудо цветок мимоза, который соединяет блеск очарования с тревожной робостью и стыдливостью. Ее трепетные лепестки пугливы и готовы сжаться от любой опасности. Из-за чрезмерной чувствительности этот цветок называют «недотрогой». Название цветка происходит от слова «мим», которое обозначает существо, в совершенстве владеющее искусством мгновенного перевоплощения. У каждого цветка есть душа, и экибанист, мастер экибаны должен раскрыть эту душу цветка, увидеть в нем личность и показать это в композиции. Вот в композиции не бывает такого обилия цветов, как в европейской. Классическая, классическая, подчеркиваю, японская экибана показывает каждое растение, каждый цветок во всей его красе. Есть такая легенда, когда-то в древности у одного древнего японца был шикарный сад, и император решил приехать и посмотреть этот сад. И когда этот японец узнал о приезде императора, он скосил все цветы своего сада и поставил единственный цветок в вазу. Император был в ярости. И когда он зашел к нему и собирался его наказать за это деяние, мудрый японец сказал, красота одного цветка лучше тысячи цветов может показать, красоту. И до сих пор, и тогда император не просто его пощадил, он его вознаградил, проникнувшись этой глубокой философской мысли. И до сих пор, с тех пор в Японии существует понимание, что красоты не может быть много. Одно во всем и все в едином. С точки зрения восточной экибаны, с точки зрения восточной философии, цветок – это мерилы истинности и истины красоты. И в этот момент японский мастер, когда складывает букет, он думает о том, что он хочет передать зрителю, о чем он хочет рассказать. И экибана бывает целым письмом, которое можно прочитать, но прочитать может только посвященный человек, только тот, кто знает эти смыслы, кто разбирается в сочетаниях и способен расшифровать послания мастера. И когда девушка получает букет, она может понять, что ей без слов хотел сказать любимой. Экибаны зачастую столь поражают воображение людей, что те в знак восхищения и преклонения перед их красотой называют в их честь целые страны и города. Например, одно из преданий гласит, что хризантема стала причиной возникновения нового государства. В Китае раньше правил очень жестокий император. Однажды ему донесли, что на одном из островов растет цветок хризантемы, сока которого можно приготовить жизненный эликсир, но сорвать его может человек с чистым сердцем. И он отправил за цветком 300 лучших девушек и юношей. Но те, очарованные красотой острова и, конечно, цветка, не вернулись к императору, а основали новое государство – Японию. С тех пор хризантема считается в Японии священным цветком. Это символ долголетия, мудрости, счастья. Каждую осень в Японии принято отмечать праздник хризантем. Во время торжества коренные жители страны преподносят друг другу традиционные чашечки саке с лепестками хризантем и пожеланиями долголетия. В течение тысячи лет хризантема украшает императорский герб, а высшая из наград страны восходящего солнца называется Орденом Хризантемы. По-японски хризантема носит название кику, что означает солнце. Древние славяне называли солнце владычицей земли и небес, золотым оком мудрости. Посылает это око свои золотые лучи на землю, заряжает ее энергией и оставляет печать своей благой доли на всем, что рождает земля. Красота цветов увлекает людей. Она сопровождает нас и в маленьких домашних композициях, и огромных инсталляциях в парках, на ярких осенних выставках и в нежности каждого свадебного букета, в карнавальных шествиях и конкурсах фитодизайнеров. Напомним один из них – «Цветочный блюз на берегах Томи». Так назывался этот конкурс. Моя задумка такая, что это будет девушка, скажем, 20-х годов. Вот так. Ну вот, наверное, самые модные цветы в моей аранжировке присутствуют. Это цветные калы, они всегда были в моде. И мне еще очень нравятся вот такие зеленые фризантемы. И мы пытаемся создать что-то такое в стиле ретро, то есть вот сюжет о нежности и лете в стиле 30-х годов. Вчера, то есть мы предпочлили начало века, то это где-то конец века 19-го. То есть романтический, только романтика. Обычно придумывается то, чего не хватает себе в жизни. У меня очень хорошая модель. Я считаю, что мне повезло. Я постарался своей композиции, так сказать, как можно нежнее оформить модель, чтобы это действительно тема звучала – нежности лета. Изящество линий, чарующее разнообразие красок. Любоваться этими цветочными фантазиями можно бесконечно. Спешите в наш прохладный сад, поклонники прелестной флоры. Здесь всюду манит ваши взоры ее блистающий наряд. По этому поводу хотелось бы напомнить вам известную историю. Одна из самых элегантных женщин мира, Жаклин Кеннеди, однажды прибыла на бал в платье из лепестков роз. Через два часа она покинула прием, не дав своему изысканному наряду увянуть. Так уж повелось в мире людей и в мире цветов, что среди многих красавиц всегда есть Примадонна, царица. И в мире цветов этот трон по праву занимает роза. Еще древние греки посвятили эту строптивую красавицу богине любви Афродите. И, возможно, поэтому, согласно языку цветов, роза всегда считалась символом любви. Помните, как маленький принц трепетно относился к своей любимице? Он говорил, что она озарила его жизнь, придала этой жизни смысл. А, кстати, во многих странах Востока роза считается священным растением. Например, в Древней Индии существовал закон. Каждый, принявший царю розу, имел право попросить у него все, что он пожелает. Роза действительно приносит нам столько счастья, несмотря на то, что жизнь ее столь недолговечна. Ловите момент, он так прекрасен, хоть и краток. Ловите момент, он так прекрасен, хоть и краток. Итак, настал момент сыграть завершающий аккорд в нашей цветочной симфонии. И для этого мы приглашаем вас на улицы нашего города в самое лучшее красочное время года. Оказавшись в этом времени, вспомним поэтическое признание Расула Гамзатова, наполненное искренней нежностью и любованием. Осенью, когда сады грустны, Листья на ветвях желты и падки, Вспоминая дни своей весны, Глядя вдаль, цветы грустят на грядке. В час раздумий наших и тревог, В горький час беды и неудачи, Видел я цветы, как люди плачут, И росу роняют на песок. Кто не верит, всех зову я в сад. Видите, моргая, еле-еле, На людей доверчиво глядят все цветы, Как дети в колыбели. С целым миром спорить я готов. Я готов поклясться головою В том, что есть глаза у всех цветов, И они глядят на нас с тобою. Дай Бог, чтобы в душах наших Осталась навсегда древняя молитва, Да пребудет красота вокруг нас. Мы позволим прервать традиционное движение На экране финальных титров, Чтобы задержать ваш взгляд На нескольких кадрах любительской съемки, Подаренных нашей программе В момент ее завершения. Франция. Ноябрь. 2011 год. Без комментариев. И HERO СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok